Наговорил по телефону за рулем на 7,5 тысяч рублей. Инспекторы Петрозаводской госавтоинспекции и наша съемочная группа в рамках операции «Автобус» проехали на маршрутках номер 17 и номер 3 и зафиксировали все нарушения. Подробности в сюжете Юлии Кучеренко. Скрытый контроль начинаем с поездки в автобусе номер 17. За поведением водителя маршрутки наблюдает инспектор в штатском. Он ведет себя, как обычный пассажир. Для нас отмечают, что водитель пристегнут по телефону разговаривает с использованием гарнитуры. Это разрешено. Нарушений дорожных правил во время скрытого контроля зафиксировано не было. На вас пассажиры не жалуются? Нет. Нет? Нет. Все, вы делаете по правилам? Да. Прекрасно. А что, никто не взял? Нет, все хорошо. Национально у меня все, слава богу. Данный водитель, с которым мы сейчас общались в процессе движения, не допустил нарушений правил дорожного движения. Нарушения бывают. Водители автобусов зачастую допускают нарушения правил маневрирования, нарушают правила проезда перекрестков, сигналы светофора тоже нарушают, пользуются телефоном во время движения. Во время второй поездки слова инспектора подтверждаются. Пассажирам автобуса номер 3 везет меньше. Водитель с телефоном не расстается. Причем без использования гарнитуры. Руль держит одной рукой, вторая занята. По пути с ключевой в Сулажгару нашатайная группа подсчитала. Водитель пользовался телефоном пять раз. Здравствуйте, господи. Паша, господи. Профилактическое мероприятие. Проходим в городе Петрозаводск. Безопасная экскурсия. В рамках этого мероприятия я проходил скрытый контроль. Заводится в видении вами правил дорожного движения в процессе движения по маршруту. За вами усматриваются нарушения правил дорожного движения. Пользуйтесь мобильным телефоном во время движения. Несложные математические подсчеты. И пять телефонных разговоров оборачиваются для водителя, перевозящего пассажиров в 7,5 тысяч рублей. Водитель сначала пытается оспорить правонарушения, но позже соглашается, что виноват. К слову, за технические неполадки штрафуют реже. Так, на этой неделе инспекторы проверили автопарк на Путейской. Из 30 автобусов только два были с техническими неисправностями. В последнее время автопарк у нас в данном плане можно охарактеризовать с положительной стороны. То есть, такое количество было автобусов проверено, чтобы даже у всех лампочки горели. И еще там какие-то мелкие нарушения, мелкие неисправности было бы не выявить. При этом количество ДТП с участием автобусов не уменьшается. С начала года было зарегистрировано 7 таких аварий, в которых 19 человек получили травмы. Все ДТП произошли по вине водителей автобусов. Скрытый контроль за водителями вели и, к счастью, не пострадали. Юлия Кочеренко, Александр Борисов, САМПО ТВ 360.